И вот в Новый год с электромобилем. Первый белорусский электрокар из опытного образца превратился в полноценное транспортное средство. Как же это? А вот специалисты Академии наук поставили пока единственные в своем роде Джили Электра на учет в ГАИ. Не удивляйся, Саша, если увидишь его на минских улицах. А встретить экспериментальный автомобиль на столичных дорогах на самом деле можно будет довольно часто. Правда, цели поездки пока испытания электрокара или необходимость переместить его из ангара, где он обычно находится. Для того, чтобы транспортное средство двигалось на какие-то выставки, на показания к Академии наук, для вас, для ваших съемок. То есть вот для этого, чтобы узаконить передвижение транспортного средства. То есть она сейчас имеет страховку, техосмотр и госномер. На сегодняшний момент процесс этот отработан, потому что уже до этого привозились автомобили на электрическом двигателе, как мы знаем, это автомобили Тесла. Существуют различные гибриды и все эти транспортные средства ставятся на учет в установленном порядке при определенном перечне документов. Сегодня электрокары едва ли могут конкурировать с автомобилями на привычном топливу по стоимости, но выигрывают в экологичности. Кроме того, они менее шумные, да и разгоняются гораздо быстрее. Этот электрокар до 100 километров всего за 11 секунд. Правда, пока белорусский мотор-редуктор работает не на полную мощность, это тоже испытание ради. Поручение реализовать проект по созданию электродвигателя ученым ранее дал президент. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что это одно из перспективных направлений в мире. В планах ученых в ближайшее время начать работу над вторым белорусским электрокаром. Вероятнее всего, это будет автомобиль на базе кроссовера, все того же белорусско-китайского предприятия Белджи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова